Девушки отдыхают Невозможно С таким-то опытом Виктор Семенович А что там Насчет моих дел Опять Я тебе уже все сказал Еще раз услышу про твои дела Я язык вытрежу, поняла, сучка Ну ладно И на тебя Управа найдется Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Ну что, не такой уж тихий городок этот Каменск Ну я бы не сказал По словам соседей, очень даже тихий Никто ничего не видел, не слышал Кроме уборщицы Как раз таки она нашла Убитым Виктора Самсонова Ну и что она лепечет? Пришла в девять утра Открыла дверь своим ключом Увидела, что хозяин спит Думала, что в очередной раз Нажрался и уснул Только сон в этот раз оказался крепче Чем обычно Следов побоев я не вижу Скорее всего, действительно Нажрался и уснул А вот кто-то Пустил пулю Браво, Макар Прямо преступление раскрыл Кто стрелял? Зачем? Как бы не важно Я смотрю, ты умный, да? Ну Ну, давай Докладывай, что ты нарыл Я на громко отправлю Виктор Семенович Самсонов Владеет кафе И двумя оздоровительными центрами В Каменске Ну, если пошариться в соцсетях А я всегда шарю в соцсетях Всплывают любопытные детали Оказывается, оздоровлением пациентов В центрах Самсонова Занимались представительницы Древнейшей профессии Кира, давай не томи Там что, бордель был, что? Нет, не так У него два борделя В соцсети к делу не пришьешь А вот что можно поизучать Маш, где там эта инфа? Сейчас Секундочку Вот Месяц назад Одна из девочек Самсонова Марина Решетникова Выбросилась из окна Итак, что имеем? Пистолет, гильза, труп Наверное, если хотя бы убийца Доставил свои паспортные данные на ресепшене Ну, это навряд ли А вот следы, походу, его Ну, а камер наблюдения в этом доме, конечно же, нет Ни одной Понятно И свидетели у нас Дупль зеро А то ты не знаешь, какие свидетели в элитном поселке Все как мы любим Так, телефон убитого пробили? Да Последние два звонка на телефон Зарегистрированный на некого Прохора Андреева Сейчас выясняем, кто это И, кстати, я выяснил, кто делом Марина Решетникова занимался Следователь Шушпанов Леонид Петрович Хорошо, пусть Чубаров поговорит с ним Андрей Озарович Вы думаете, смерть Решетниковой связана с убийством Самсонова? Торопишься быть Это хорошо, но давай дождемся разговора Шушпанова и Чубарова А потом вместе решим, что с чем связано Ну да Делом о смерти Марина Решетникова занимался я Хотя какое тут дело Тут самоубийство чистой воды А вы не думаете, что ей кто-то мог помочь? Будьте из окна Ну, например, Самсонов Исключено Дверь была закрыта изнутри на задвижку Потом Посмотрите материалы дела Самсонов тут ни при чем По крайней мере, его там не было, если вы об этом Леонид Петрович Почему у меня постоянно такое ощущение, что вы что-то не договорились? Ну? Ну ладно Хотя Собственно, что это сокровать-то? Весь город об этом говорит Про эти самсоновские бордели О, Марина Решетникова уже с собой покончила У меня все закончилось А сколько он других судеб-то разрушил, урод Ну а полиция на что? Даже вы? А что я? Я на эти бордели вышел, и что? Меня стали на всех уровнях мешать Не в открытую, конечно, но вы сами понимаете Как можно любое дело в бумагах утопить Да То есть вы считаете, что у Самсонова были покровители? Ну Из клиентов его этих вот Оздоровительных центров Понятно Ну а самого Самсонова, как вы думаете, кто мог убить? Понятия не имею Кто-то из его клиентов Ну понятно То есть кто угодно Вот Это по Андрееву С которым Самсонов созванивался за несколько часов до смерти Андреев в Каменске никогда не жил Но недавно они с женой удочерили девочку-сироту из Каменского детского дома Удочерили сироту? Хорошие люди Ну и что же связывало этих хороших людей с казином борделя? Судя по данным Сотового Андреев находился в Каменске в день убийства Это интересно Где он сейчас? Сейчас в Москве А это еще интереснее Макар Нужно поговорить с человеком Которому Самсонов звонил незадолго до смерти Фото и адрес Я уже скинула Коровин Геннадий Ильич Есть Не хочу хвастаться, что я нашел убийцу Но против фактов не попрешь Коровин Геннадий Ильич Два месяца назад ворвался в магазин Выстрелил в потолок И забрал из кассы бешеные бабки Одну тысячу рублей Матерый грабитель Он же убийца Пуля, которой был убит Самсонов Была выпущена из его пистолета Совпадение сто процентов Я поняла, Боровичок Ты не из тех, кто в договорах читает то, что написано мелким шрифтом Ты о чем? Смотри Коровин был задержан через месяц после ограбления Он сейчас в СИЗО кукует Подождите, мне звонят Все, 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 Катюш Все, 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 милая Здравствуйте, Андреев Прохор Петрович? Да, здрасте, а вы? Капитан Зацепин, следственно-аналитическое управление Я смотрю, у вас был неприятный разговор Кто это? А, это сосед, вредный старикан Ну, у нас, конечно, бывает шумно, но Ребенок есть ребенок Но вы же не поэтому Нет, нет У меня к вам пару вопросов Может, присядем? Хорошо Расскажите мне про удочерение Кати Ну, чего, дядя? Строгий дядя, да? Простите, я Я не понимаю, почему вас это интересует Ну, да, у нас с женой нет детей И мы решили удочерить Катюшку, да? Решили Нам сказали, что мать ее умерла А кто отец, неизвестно Все, 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 все Ну, вы же потом узнали, кто отец Вот в чем дело Да, с нами связался следователь Шушпанов, кажется Он рассказал нам, кто биологический отец ребенка Некий Самсонов Посоветовал поторопиться с удочерением Иначе, мол, этот Самсонов отберет у нас девочку Самсонов? А зачем она ему? Ну, вроде там какие-то проблемы с законом возникли И он решил на случай суда Обеспечить себе Смягчающие обстоятельства Ну, так следователь объяснил А зачем вы ездили вчера в Каменск? На встречу с Самсоновым? Что вы Нам нужно было вот По опеке, да? Ну, кое-какие документы Да подписать Да Там, кстати, подтвердят Он звонил вам? Звонил Пытался объясниться со мной Выяснял, где я нахожусь Да Чтобы приехать Ну, я испугался Сказал, пускай приезжает на вокзал Но он так и не приехал Поверьте, у него были причины Позвонили ребята из СИЗО Коровин утверждает, что выбросил пистолет в речку Так Но, когда ему сказали, что из его ствола человека убили Сразу вспомнил, что никакой речки не было Понятно А что было? А был некий тип Игорь Волк Я вам досье его скинул И Чубарову фото Молодец Спасибо Леша фото получил? Волк Это что, фамилия такая? А Ну и за какие коврижки Коровин отдал ему пистолет? Значит, слушай меня внимательно Игорь Волк Бывший сослуживец Коровина Последнее время работал у Самсонова Водитель и охранник два в одном Приютил Коровина сразу после ограбления Ну, ясно Денег у Коровина не было Вот и расплатился стволом Ну и где искать этого Волка? Так, значит, со слов Коровина Волк постоянно тусуется в одном из баров Покойного Самсонова Возле центральной площади Понял Покойный в САО Прижмем на незаконном обороте оружие Ага Со слов последственного Нет, Леша не выйдет Ты потом Волк, этот Пешка В общем, высылаю тебя Зацепина Придумайте что-нибудь поумнее Вот ты где, гнида Я тебя дожидаюсь Ты мою Светку в бордель затащил Я убью тебя, гнида Понял? Братан, ну ты что? Тихо, тихо, тихо Э, стой, стой Ты что дергаешь-то вообще? Ты что, бордел что-то совсем, а? Давай, заканчивай Зато достоверно давай ищу Вот это правильно Где этот козел? Куда ты их, сука, хватит Ладно А че ты как? Блин Да Промыть бы Ну лучше водкой И лучше изнутри Пойдем Пойдем Что по Андрееву? Насчет удочерения Все чисто Документы в порядке Думаю, к убийству Он отношения не имеет Погодите Андреев был в Каменске Разговаривал с Самсоновым Ровно в день убийства Вы что, верите в такие совпадения? Суть в том, что совпадения иногда происходят Даже если ты в них не веришь Интересно другое Самсонов вспомнил про дочку И стал искать ходы для будущей защиты С чего это вдруг? Может, следователь? Шушпанов Он же и самоубийством Мариной Решетниковой занимался И под Самсонова копал Может, что-то нарыл? А если нарыл, то почему к делу не пришел? А вот это, пожалуй, самое интересное В общем, нужно внимательно присмотреться к этому Шушпанову Серега! Формен! Да, Игорь Ильич Ну, начисляй, Серега Ну, твою ж дивизию-то Это братан мой Тоже десантник Давай Поехали За тебя Тому козлу еще крупно повезло Повезло? Повезло, что я свой ствол шефу позарил Тебя бы его мозги с асфальта сошкребали Да Не хочешь расслабиться, красавичка? Лен Вали Пошел-то Так ты Как заговорила, а? А кто твоей матери бабки на операцию давал? Кого ты умоляла, чтобы я шефа попросил денег подкинуть? Симпатичная Симпатичная? Ну, добра не помню Ну, тут вот как бугорное Ну, пока нет Ну, скоро буду Шефа-то вчера заземлили Нравится кому-то управлять вот с тем этим? А кто будет? Ну, наверное, ты А то Кто же здесь все? Я же тут проказываю все Фу! Ты что думаешь? Я что, не смогу вот это все под себя подмять? У меня же вся верхушка-то Вот она, нет Это как? А что такое любопытное, а? Была у нас тут одна любопытная Быстро вышла через окно пятого этажа Ну, а что ты не хочешь? Не говори, скала, говори, бэй А что ты не устроил тут цирковь? Да ладно, ладно Ну, что я тебе, мышка цирковая, судя Что тебе нужно? Да, слушай, да Знаешь, как я их иметь буду? Как? Все благодаря Самсону Он хоть и сволочь, но одну вещь сделал правит Камеры Какие камеры? Видео Маленькие вот такие В каждом номере, прикинь? Да, да Да И вот это вот все кино Теперь у меня Интересное кино Интересное? Хочешь поздравить? Интересненькое Так что гуляй, солдат Гуляй, связист Пока не пьет Парашютист Красава Заводуй Давай Я сейчас Никуда не уходим Я тут Слышишь, подруга А что тебя твоя подруга не оставляла, как вам Расписку перед тем, как погулять пошла с пятого этажа Слушай, пророк, гуляй отсюда, дама занята Да, твой Ты Что, спокойно? Спокойно-то, да, да Да, живой Нет Было получше Что произошло? Драка Волк полез в драку И я за ним пошел разбираться Потом свет погас О, да походу, тебе бутылками головы ударили А где волк? Помогите Спокойно, спокойно, что случилось? Тело волка к нам на экспертизу Местную полицию вызвали? Вот что, если с ними будет следователь Шушпана, в глаз с него не спускать В прямом смысле слова Я потом все объясню Я же говорил, ничего не знаю Весь вечер он в стойке, вы же сами видели А когда драка началась, я он туда пошел И вот, по башке саданул кто-то А потом и свет погас А кто у вас по голове саданул? Не знаю Стоп, стоп, стоп А ты из какой посуды пил? Из этой А у вас кажется, Лена зовут Мне кажется, да А вы, кажется, мент? Капитан Чубаров Следственное аналитическое управление Постарайтесь, пожалуйста, вспомнить, что во время драки вы видели Больно Больно? Угу, не есть немного Ну ладно Значит, я была вон там, когда волк пошел от стойки А потом серый выключил свет, так что... Серый это кто? Бармен? А точно он выключил свет? Уверена Вот как Пьяными драками теперь тоже САО занимается Мы, Леонид Петрович, загибаем совсем тем, что связано с убийством Самсонова Еще раз добрый вечер Капитан Чубаров? Да Что-то у вас видок не очень Допрашивали волка Так бывает И что? Рассказал что-нибудь интересное? Почти Думаешь, бармен причастен? Ну, в общем, во время драки Елена Минаева видела, как он выкубил свет Минаева? Ее верить можно? Не знаю, но бармен заметно нервничал Михаил Николаевич, ну это обязательно, ну Вот что не обязательно, так это учить меня работать Ну а что, следователь? Шуфанов тоже занервничал, когда узнал, что я разговорил у волка И он мне что-то сообщил А он сообщил Естественно Оказывается, покойный Самсонов Во всех своих борделях имел мини-камеры Которые записывали видео, где клиенты с девицами А клиенты, вы понимаете Там были очень непростые А вот это серьезно Ну что, черепушка у тебя крепкая, так что тут проблем нет А где есть? Низкий пульс Сужение зрачков Пониженное давление Явные симптомы отравления клофелина Погодите, отравление? Ну да Скорее всего, подмешали спиртное Пил ты меньше своего собеседника Отсюда и некоторая разница в физическом состоянии Насчет пистолета выяснил? Да Волк, кстати, упомянул, что он подарил его своему шефу Самсонову То есть, Самсонова застрелили из-за его же пистолета Ага Что еще волк наболтал? Ну так, в основном, пьяный треп Сминаева, если-то, сцепился Вроде как для ее больной матери Он у шефа достал денег Про Решетникова, вот там вспоминали Опять Решетникова Как-то связаны эти две смерти, ты не находишь? Ну, есть немного Макар, ты еще в баре? Нужно задать несколько вопросов Елене Минаевой Ну, какие еще вопросы? Я рассказала все, что знала Извините, я устала, я хочу домой Я подвезу, если не возражаете Ну, хорошо Ну, что? Есть новость Во-первых, на рюмках, из которых пили Чубаров и Волк Обнаружены следы Клофелина, дальше Ну, да А на зажигалке, которую нашли под телом Волка Отпечатки пальцев Бармен и Сергей Орехин Вы в курсе? Ну, да А если вы все знаете, нафига тогда мы работаем? Ты не отвлекайся Что по бутылке, которой ударили Нашего многострадального коллегу Отпечатки пальцев Сергея Орехина Но он же бармен Там накажут бутылки его отпечатки Ничего удивительного А вот ты-то не прав Удивительно другое Почему на бутылке нет других отпечатков? Ух ты А вы знаете, кому сегодня вечером наш товарищ Орехин звонил? Ну, удиви Следователь у Шушпанова А вот теперь меня этот бармен заинтересовал просто до крайности Вы пытались отравить Игоря Волка Заодно и нашего сотрудника Чубарова Когда началась драка, вы выключили свет Затем ударили Чубарова бутылкой по голове, чтобы не мешал А потом ударили другой бутылкой себя Думали, сойдет за алиби А потом, воспользовавшись темнотой суматоха Тащили тело Волка в бытовку Где у вас из кармана выпала зажигалка Нет, это бред Зачем мне кого-то травить? Очень хороший вопрос И я тоже думаю, зачем? А главное, зачем было звонить следователю Шушпанову? Зачем? Послушайте, Ряхин Хотите в одиночку отвечать за убийство Волка, пожалуйста Черт Я не собирался никого убивать Это все он Он! Кто? Шушпанов? Да Я в этом баре С самого открытия работаю Сергей! После смерти Маринки Что из окна выпал Меня нашел Шушпанов Сказал, что теперь он будет заниматься всеми заведениями Самсонова Что я должен ему лично докладывать Обо всем, что увижу или услышу Тут же мне сообщать На телефон Ты меня понял? Я так понял, что Следак решил крышевать хозяйство Самсонова И теперь лучше с ним не спорить А после смерти Самсонова Я испугался И вдруг Бывший начальник охраны Самсонова Волк Начал по пьяни трепаться с каким-то типом Я же не знал, что это ваш сотрудник В общем, начал хвалиться Что теперь все под себя тут подгребет Что станет хозяином Что у него есть какие-то записи Леонид Петрович? Это Сергей Я позвонил Шушпанову Он сказал, что Волка нужно заткнуть Подпоить там, чтобы он не болтал Водки дать Ну да А клофелин у вас в барном меню Сразу за холодными напитками Всегда под рукой, да? Отобрал одну из девчонок Она Нацелилась на клиента Прям в баре Дура А выкинуть забыли Понимаю Да не хотел я убивать Волка Я думал, он просто вырубился от клофелина Я тащил его на кухню Черт, черт Прошу Прошу Самсонов О мертвых плохо не говорят Но Он не был редкой сволочью Почему же вы от него не ушли? Самсонов Умел убеждать Ну, по поводу твоей дочери мы Разобрались, похоже Она и твоя тоже Кто-то должен быть у нее Папа Пусть пока посидит в детдоме Сволочь Э, тебе что еще в репу сунуть? Ну, сволочь А, голубчик Ты вообще должна мне спасибо сказать Благодаря детскому дому Ты можешь полностью Отдаться своей любимой работе Причем во всех смыслах Этого Слова Еще вопросы будут По работе Ты обещал больше платить Я смотрел недавно по телеку Как рабы В древнем Египте Строили пирамиды Знаете, чем им платили? Пивом! Пошли Пивом! Не прощаемся Чтоб они сдохли Оба Ничего Так и будет Маринка не выдержала Руки на себя наложила А я Игорь полправ Самсонов дал мне деньги На операцию для матери И Нужно было эти деньги Как-то Отрабатывать Подождите А дочка Которая говорила Марина Решетникова Маринка была Любовницей Самсонова Сперва Родила от него Потребовала ребенка В детдом отдать Чтобы работать Значит, не отвлекаясь На работу Понятно В борделе Так надо было Написать заявление В полицию Смеетесь Смеетесь У Самсонова вся Верхушка Дружбанах Маринка вон хотела С дочкой уйти Фиг уйдешь Хуже гестапо Она на последних нервах Держалась Чуть ве на себе Не вскрыла Потом как-то собралась Взяла себя в руки Когда поняла Что ребенка не забрать Что? Что значит Когда поняла Что произошло? Не знаю У Маринки уже не спросишь У Самсонова тоже Извините мне Пора Итак, что мы имеем Самсонов убит из пистолета Который по показаниям Коровину он отдал Волку А Волк по его словам Передал Самсонову Слушайте, а что если Волк сам Из этого пистолета Завалил своего босса И бросил пистолет На месте преступления? Это надо быть идиотом Ну знаешь, он при жизни Особенно умом не блистал Ладно, будем считать Это одной из версий Далее Игорь Волка устраняет И устраняет По прямому указанию Следователя Шушпанова Слушайте, вам не кажется Что его пора брать, а? Кажется Что предъявлять будем? Даже убивать Волка Шушпанов бармену не приказывал Он, наверное, боялся Что Волк сболтнет Что-нибудь лишнего О чем? О путиах и городской верхушке В борделях Самсонова Ну и с какого Бока здесь Шушпанов Слушайте, а что если Сам Шушпанов был На видеозапись Или его Прямое начальство Или Целью Шушпанова Было завладеть Компроматом Сапсонова Блин Мне же Волк трындил Про то, что теперь Вся видеотека у него Так, телефон Волка Регулярно фиксировался В промзоне Около старого завода Думаю, тайник у него Именно там Сбрусь координаты Зацепину Да, конечно Макар Слушай меня внимательно Макар Макар Что, братик попался? Ну-ка И сюда Сюда Ну что Запрыгался, Леонид Петрович? И что ты там искал? Ну что, теперь мы, с вашего позволения, кино посмотрим. Короче так, все твое хозяйство тебе переходит под мой контроль, понял? И ты будешь делать все, что я тебе скажу. Я все не буду. Ты знаешь, у меня есть несколько забавных киношек, называемых «Любовная мелодрама». Ну, условно так. Ты знаешь, кого-то только нет с твоими девками. Вся мэрия в полном составе, пара серьезных парней из конторы. Даже мой дурак шеф засветился, представляешь? Где взял? Ну, так скажем, одна фанатка подогнала. Ну что, поработаем, компаньон? Ну, а что скажете? Оперативная игра. Целью выявления связи подозреваемой, пресечения его преступной деятельности. Игра, значит. А почему так? Хотели найти эту запись? Ну, да, это я перегнул. Погорячился. Выговор мне гарантирован. Боюсь за коррупцию и крышевание криминального бизнеса, плюс убийство Самсонова, будет еще и общественное порицание. Слушай, полковник, вот как коллега-коллеги, ты можешь фантазировать о себе сколько угодно, у тебя на меня ничего нет. Я, Самсонов, не убивал. Я вообще никого не убивал. Как он сказал, оперативная игра? Молодца. Вот мы совсем не молодца. Думаю, этот Шушпанов вполне может выкрутиться. Ну, а что, видеооперативная игра, в тайник залез. Хотел довести дело до конца, мол, виноват, но вы же сами дело отняли. Думаю, к смерти Самсонова он отношения не имеет. Почему вы так уверены? Ну, а зачем ему резать курицу, несущую золотые яйца? Нет. Шушпанов крепко прижал Самсонова, так что тот задумался о дочке, о смягчающих обстоятельствах. Боялся, что дело дойдет до суда. Ну да. Шушпанов и тут ему кислород перекрыл. Уговорил Андрея и выходочерить девочку. Но если Шушпанов не убивал Самсонова, получается, ныне покойный Игорь Волк. Или есть кто-то третий. Андрей Вазирович, вы просили поднять дело Мариной Решетниковой. Так вот, судя по данным экспертизы и опросов, это самоубийство. Сто процентов. Вообще никаких вариантов нет. Ну, вообще-то да, самоубийство ее довел Самсонов. Подруга ее, Минаева, в этом абсолютно уверена. Ну да. Отправила девочку в детский дом, запретила с ней видеться. Это что называется, будняя? Как-то не цинично звучит, но к своей боли привыкаешь. Вопрос в другом. Почему именно в тот момент Решетникова решила свести счеты жизни? Что тогда произошло? Я спрашивал у Минаевой, она сказала что-то вроде Марина, когда поняла, что ребенка не отдадут, но потом свернула разговор, я даже мать не стал. Ну и правильно сделал. Ладно, у Решетниковой остались какие-то родственники? А вот это самое интересное. Две недели назад ее отец вышел из мест заключения. Сидел за хранение наркотиков. Стоп. Я видел этого мужика. Точно, когда разговаривал с Андреевым. Мне показалось, что этот мужик наезжает на него, но Андреев сказал, что это его сосед. Так это не сосед. Это дедушка девочки, которую они удочерили. И у него есть причина ненаверить Самсонова, из-за которого его дочь покончила жизнь самоубийством. Коллеги, у нас новый подозреваемый. Выясните, где он сейчас находится. Сейчас. Так, вот его мобильный. Это же рядом с домом Андреевых. Срочно туда Чуварова. Придем, когда внучку можно будет выкрасть. Сидеть. И в обратную сторону. Да, следы полностью совпадают. Обувь немного другая, но левую ногу подволакивает. Все ясно. Спасибо, коллеги. Николай Александрович, присаживайтесь. Спасибо. Итак, следы на месте убийства Самсонова оставили вы. А, вот чему весь этот цирк. Я бы и так вам все сказал. Да, я был у Самсонова. Тогда с самого начала. Ну, значит, с начала. Несколько лет назад к нам на квартиру нагрянули менты. И очень быстро нашли наркотики. Подкинули? Да нет, это Маришкина. Я стал, что-то такое замечательное, неправильное. Ну, движения какие-то. И вы взяли вину на себя. Да я подумал, что так могу ее спасти. Ну, может, она еще поживет нормально. А вышло так, что она осталась на свободе, но... Как вы узнали о смерти дочери? Да мне Лена сказала, ее подруга. Я когда вышел, узнал, что Мариношка моя умерла, сразу ей позвонил. Про внучку Лена тоже рассказала? Да. Не про то, что Самсонов отец дочери. Не про то, что он требовал отдать девочку в детский дом. И про приемных родителей. И про то, что Самсонов мою Мариночку убил. Погодите. Вы сказали, убил? Выбросил. Как ненужную вещь с балкона. Мелена все рассказала. И поэтому вы решили Самсонова убить? Да, решил. Но я стал требовать, чтобы он сказал, куда внучку идти. И Самсонов рассказал про приемных родителей. Типа они в Москве нормальные люди. Не то, что я. Но я не выдержал. Я винил его смертью, Марино. Убить меня пришел. Клоун. Этим ножом? Ты случайно рамцы не попутал? Я тебя все туда достал. Пулю на тебя жалко тратить. Скажи спасибо, я сегодня добрый. Пирож его забери. Продажа портвершка купишь. Урод. Вы хотите сказать, что Самсонова не убивали? Нет. К сожалению, не смог. Что было дальше? Да ничего. Купил билет на поезд в Москву. И поехал. Разыскивать приемных родителей своей внучки. Вы верите Решетникову? Он обычный человек. Небодет не преступник. Не думаю, что он мог убить. Нужно все-таки проверить его одежду на следы пороха. Это понятно. Проверим. Маша, ты говорила Решетников. Имена его созванивались пять раз. А кто кому звонил? В основном Решетников звонил. Но в самый последний раз Лена звонила ему сама. Это было за полчаса до смерти Самсонова. А что? Да так, размышляю. Кирилл, свяжись с Зацепиной. Мне нужно кое-что уточнить у Минаевой. Пусть везет ее сюда. Решетников утверждает, что о гибели дочери рассказали ему вы. Это так? Да. Он позвонил мне сразу, как вышел из тюрьмы. Потом пришел, и я ему все рассказала. Представляю, каково это рассказать отцу о гибели его ребенка. Ну, конечно. Очень ее жаль. И отца ее жаль. Но тут есть одна странность. Какая странность? Решетников утверждает, что вы ему рассказали, что это Самсонов скинул Марину с балкона. Убил. Тогда как Марина покончила жизнь самоубийством. Что? Он врет. Зачем мне такое говорить? Ну, может быть, за тем, чтобы спровоцировать Решетникова на убийство Самсонова. Бред. Зачем мне это? Есть у меня предположение. Вы должны были Самсонову достаточно крупную сумму денег, которую он дал вам на операцию для вашей матери. А это тут при чем? А при том, что отдавать было не с чего, а отрабатывать тяжело. А тут такой случай. Вначале Марина кончает жизнь самоубийством, а потом из мест лишения свободы выходит ее отец. И вам осталось только спровоцировать его на месте. Чушь. Вот распечатка ваших звонков. За полчаса до убийства Самсонова вы звонили Решетникову. Рассказать, о чем был звонок. А у вас и запись имеется? Или пофантазируете? Могу и пофантазировать. Итак, из разговора с Решетниковым вы узнали, что он был у Самсонова, но убить его не смог. И тогда вы решили это сделать за него. Но так, чтобы все улики указывали на Решетникова. Он там изрядно наследил. Так что ваша задача была не оставить своих отпечатков и следов. Уж вы-то знали из разговора с Решетниковым, что у Самсонова есть пистолет. Но с учетом того, что он был мертвецкий пьян, проблем у вас не возникло. Начальника, ты в стендапах не работал? Складно прогоняешь. Даже салфетку приплел. Ваших отпечатков на пистолете мы не нашли. Следов ткани тоже. И я логично предположил, что вы воспользовались салфеткой. Есть еще вариант. Я не брала ствол в руки. Как версия. Чудесная. Мы ее подтвердим или опровернем, когда проверим ваши руки на наличие следов пороховых газов. Вот беда. А я как раз сегодня руки помыла. Два раза. А то и три. И вчера с мылом. Дело в том, что пороховой газ – это не грязь. Это частицы раскаленного пороха, которые при выстреле глубоко въедаются в кожу. На несколько недель. И смыть их можно только наждаком. А еще они остаются на лице и на ушных раковинах. Это вы к чему? О, мы уже на «вы». Чудесно. Итак, если вы стреляли, следы пороха на вас остались. Но до того, как мы приведем эту экспертизу, я вам предлагаю написать явку с повинной. Потом будет поздно. Итак, что вы решите? Я буду писать. Это правильное решение. И последний вопрос относительно самоубийства Решетникова. Я знаю, что был какой-то последний толчок, последняя капля, и это был не Самсонов. Нет, не он. В тот вечер, когда Марина погибла, у нее была встреча. Она звонила. Я знаю. Я знаю, кому она звонила. Пишите. Ну что, поздравляю с раскрытием дела, полковник. Только я не понимаю, я-то зачем вам опять? Я на все вопросы ответил. Если бы на все. Речь идет о смерти Решетниковой. А, ну тут все просто. Самоубийство. Без вариантов. Самсонов ее довел. Все верно. Ее довели. Только не Самсонов. А вы? Бред. Решетникова хотел избавиться от Самсонова и забрать ребенка из детдома. Предполагаю, у нее была какая-то информация, возможно, видео о том, чем на самом деле занимаются в так называемых оздоровительных центрах. Она передала эту информацию вам, в надежде, что вы упечете Самсонова за решетку. Не так ли? Домыслы. Подруга Решетникова, Елена Минаева, показала, что в вечер смерти Решетникова звонила вам и договаривалась о встрече. Практически вы были ее последней надеждой. Вы, вы обещали, что его посадят. Я принесла все, что вы сказали. Это все записи, которые мне удалось достать. Вы должны его посадить. Я тебе ничего не должен. У меня над Самсоновым другие планы. Но вы дали слово. Слово дают людям, а ты, говорящая, портоплазма. Подбери суплить и вечером работать. Немного. Но вы решили распорядиться информацией, которую передала вам Решетникова иначе. Зачем возбуждать дело, когда можно самому шантажировать Самсонова? Не очень понимаю, о чем вы говорите. А я сейчас еще раз объясню. Вы были последней надеждой Решетникова. И когда она рухнула, это и послужило причиной ее самоубийства. Доведение до самоубийства? Статья 110 УК РФ. Очень труднодоказуемая. Вы же знаете. Знаю. Но мы это докажем. Не сомневайся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова